давайте теперь посмотрим основные операции которые мы можем выполнить с джулией давайте вот чтобы побольше было скроем файл браузер вот у нас такой ноутбук и так shift enter мы переходим на исполняем эту ячейку значит у нас есть функция print и print line стандартно во многих языках такая есть print просто печатает print line печатает и переходит на новую строчку давайте мы выполнили видите у нас print line напечатала перешло новую строчку а тут мы одну строчку за два варианта за два принта сделали мы можем перехватывать с клавиатуры информацию вообще конечно я не уверен что в джулии это нужно поскольку для научных расчетов лучше пакетно работать и читать информацию из файла но в принципе это возможно вот видите у нас структура следующая мы печатаем текст как вас зовут задаем переменную name как read line и вот у нас read line делается чтение и потом мы напечатаем строчку тут можно значение переменной в строчку вставить разыменовав его с помощью знака доллара юзер напишем enter и вот у нас вот такая привет юзер получилось ну или точно так же вот два числа видим два числа видим число 1 enter 2 enter и получили ответ 12 почему так случилось давайте посмотрим тип а тип результата стринг то есть редлайн читает и дает результатом строку а нам нужны числа для этого есть пакет мета и можем парсить вход то есть мы вызываем редлайн и потом значение функции редлайн передаем парсером 12 результат 2 и как мы видим тип получается уже целое число 6 4-битная ну и у нас и июль джулия язык с динамической типизацией мы не обязаны задавать тип переменной хотя можем и тип переменной автоматически устанавливается ну вот 42 считали и он посчитал что это у нас целое число тут с плавающей точкой мы можем присваивать картежи вот таким вот образом то есть слева несколько значений справа а несколько значений в результате получается картеж картеж это некая упорядоченная упорядоченный набор элементов например как упорядоченная пара в математике тоже картеж а плюс бы сложили получилось 12 опять считываем x получился 1 и тут у нас следующая ситуация мы можем задавать любой или не кодный символ в переменных не как обычно в языках там только латинские аске символы и цифры и подчеркивания нет тут любой и не кодный символ ну вот такой вот символ страшный или вот такой это для индусов и мы типа посмотрим такие символы конечно не так легко вводить а вот вводить разные символы греческие достаточно легко ну вот давайте мы добавим строчку я добавил пробуем бэкслэш альфа и табуляция превратилась альфа бета ну как в в тэхе гамма и так далее да у нас не объявлен давайте удалим не удалим а вырежем на самом деле мы можем майпи у нас было флот а теперь поменяли и теперь она у нас видите строка строка до строка ну и также операции с этими вот и не кодными символами которые даже не известно что означают но естественно сравнение двойной двойной равно это у нас не присваивание а сравнение также комментарии можно достаточно просто делать комментарии у нас или в виде диеза или вот так вот многострочные комментарии все достаточно просто ну и базовая математика тут проведена основные операции сложения вычитания умножения деления определение вы видите у нас два целых а в результате получили с половой щиточкой возведение в степень взятие по модулю то есть остаток отделения квадратный корень ну вот тут вот хитрое что мы квадратный корень можем задавать с помощью и не кодного символа тоже хорошо деление двух чисел как вот вы помните тут у нас было два целых числа разделили получается с плавающей точкой и тут точно также разделили получается число с плавающей точкой если мы хотим целочисленное деление у нас есть специальный знак целочисленного деления вот он так вот выглядит но и все операторы фактически это эквивалентной функции то есть вот у нас функция div есть и она может записываться виде бинарного оператора это та же самая функция div ну и для рациональных дробей у нас двойной слэш и вот мы получили что-то рациональное число состоящее из целых чисел ans это answer ответ предыдущий результат ну естественно каждый раз меняется ну и вот мы можем вот так вот посмотреть типы вот у нас несколько чисел записано все число 42 все у нас а маш адамсу и вот у нас все варианты этого числа 42 есть побитого арифметика 16-ти ричные числа и мы вот побитого с ними работаем mentor вот так вот сдвиг и как мы видим вот тут описание оператора сдвига значит это 0b это двоичное число 0x это 16-ти ричное число но если у нас удвоенные такие операторы то у нас получается логические операторы логическое и логическое или но и так же как все у нас очень просто работать с логическим и логическим или для замены сложных ифов то есть вот как у нас у нас работает это значит у нас функция error такую выдала штуку у нас или или у нас истина когда истина хотя бы 1 мы смотрим первое выражение она ложная и мы обязаны построить второе выражение оно должно быть куда должен выполнить второе выражение чтобы посчитать ложное или неложное результирующие если у нас тут двойной и будет стоять то достаточно чтобы это одно было ложное чтобы не выполняться то есть вот если двойное и поставить давайте посмотрим то у нас error не выполняется а сразу выдается ответ что неправда x не больше нуля ну и сравнение двойной двойное равно просто сравнение тройное равно это сравнение программного представления также как мы видим что у нас 0 можно опускать ну как фортрани например то есть . 2 это 0 2 пи это у нас эквивалент на константе пи 1 меньше или равно 1 сложили видите вот она у нас арифметик это у нас не точно и поэтому выражение 0 1 плюс 0 2 равно 0 3 это неправильное неверное выражение а для того чтобы у нас получить верное мы должны сделать примерно вот у нас апрокс примерно и тогда у нас получается верное выражение то есть примерно равно там задается какая-то эпсилон относительно которой этот апрокс считается можно цеплять цепочку сравнений и вот то же самое у нас сделано два сравнение x между нулем и 100 ну и так же как все у нас можно прибавлять таким вот образом то есть вместо того чтобы писать у равно у плюс 1 мы пишем у плюс равно 1 тип целый ну и точно так же можно делить то есть вместо того чтобы писать у равно у разделить на 2 мы пишем разделить равно 2 и получаем но уже не целый а плавающей точкой ну и пожалуйста некие упражнения очень простые но вот нужно найти конверт информацию вот пожалуйста информация по функции конверт как нужно ищется тут у нас вот операторы assert это операторы для проверки некоторых условий то есть если они выполняются то будет ошибка если выполняются то все нормально ну и вот задаем дэйс равно 365 и теперь мы дэйс флот должны сделать ну как конвертицию или просто такси флот и дэйс а мы же тут shift enter не набрали вот так вот вот все чудесно и тогда assert все без проблем поставили скажем 6 сюда видите вот ошибка будет выдаваться должно равняться 365 значит насчет флот тут такая ситуация у нас синтаксис функциональный тут такой синтаксический сахар и мы можем сделать вот переменную дэйс передать на вход на вход функции флот вот так вот ну как пайп в шейле да конвейер ну вот все срабатывает я очищу это вы сами должны делать ну и вот то же самое если мы сделаем конверт то у нас ошибка нельзя сконвертить в целое число строку мы должны распарсить ее то есть это уже другая функция которая превратила в целое число ну и вот это основные операции которые вы можете выполнять в джулии ну все остальное по мере изучения вы освоите и Продолжение следует...